МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пекарни области обеспечены социальной мукой, где можно купить хлеб по сниженной цене. Погони за новыми технологиями, как школьники региона осваивают 3D-моделирование. Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената парламента Мауленом Ашимбаевым сегодня встретились с сельхозпроизводителями, преподавателями, коллективами ряда предприятий сферы оказания коммунальных услуг в области АБАИ. Участники встреч обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности в рамках предстоящего референдума по строительству АЭС. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сегодня весь мир сталкивается с вызовами изменения климата, погода меняется, состояние окружающей среды ухудшается. В качестве примера последствий изменения климата он привел паводки, с которыми столкнулся Казахстан в этом году. Было подчеркнуто, что в этих условиях становится очевидной необходимостью поиска эффективных решений для снижения экологического вреда с одной стороны, но и без ущерба для энергетики с другой. Кроме того, в ходе встреч было отмечено, что решение вопроса экологической безопасности требует комплексного подхода и вовлеченности всех заинтересованных сторон, поскольку тесно связано со всеми сферами жизни. Особое внимание при этом уделяется наукоориентированному подходу и изучению современной мировой практики. В частности, речь шла о необходимости изучения новейших технологий и внедрения инновационных технологий в производство. Торжественное открытие международного мероприятия «Астана Медиа УИК» состоялось в здании Казмедиа Орталага в Астане. В трехдневной программе «Медиа-недели» дискуссия о подготовке специалистов в условиях постоянно меняющихся требований рынка и лекции о влиянии искусственного интеллекта и цифровых технологий на сферу. В этом году мероприятие ожидает участие представителей международных медиа-организаций. Делать в срок и качественно. В этом году в Кустанайской области идет масштабная работа по ремонту дорог. В общей сложности охватят 1200 км автодорог. Особое внимание к транспортным артериям городов. Подробнее в материале моих корреспондентов. 56,5 млрд тенге в этом году направлено на ремонт дорог в Кустанайской области. Охватят 1200 км в 108 населенных пунктах. Асфальт появится даже там, где его никогда не было – в отдаленных селах, на небольших проселочных дорогах. По состоянию на 23 сентября отремонтировано 660 км автодорог местного значения. Вместе с тем завершается реализация крупного проекта по среднему ремонту последнего неудовлетворительного участка автодороги областного значения Житогора-Камысты-Ливановка протяженностью 33,5 км, который связывает Камыстинские и Житогоринские районы. В рамках реконструкции моста на 153 км автодороги Аули-Кольжал-Дама вблизи села Дамде на сегодняшний день полностью завершены работы по демонтажу конструкции моста. Также завершена отсыпка технологической площадки с отделением русла реки. Ведется заготовка материалов. Завершение данного проекта запланировано на 2025 год. На ремонт улиц населенных пунктов выделено более 21 млрд тенге, охватят 89 участков. Работы идут и в рамках проекта АОЛ Ель-БСГ. В этом году подрядные организации столкнулись и с трудностями. За сезон было зафиксировано 60 дождливых дней. Поэтому особое внимание к качеству выполняемых работ. С целью усиления контроля над проведением строительно-монтажных работ в текущем году из средств областного бюджета выделено 314 млн тенге на услуги Кустанайского филиала Национального центра качества дорожных активов. На сегодняшний день филиалом НЦКД осуществлена 581 инспекция на объекты ремонтов. Отобрана и испытано 1561 проба. Устранение всех выявленных замечаний и дефектов находится на постоянном контроле. По области остается не устранены 266 замечаний, из которых 67% или 178 замечаний приходится на районы Биембет-Майлина, Енисовский, Федоровский районы. Все замечания по ремонту необходимо устранить. Такое поручение даст глава области Кумар Аксакалов. Он также отметит, что в этом году большой объем по ремонту дорог в городах. Например, в Рудно в порядок приведут 39 улиц и потратят более 2,5 млрд тенге. Это в 6 раз больше прошлых лет. В Кустанае масштабы не меньше. Всего в текущем году ремонтируется 38 улиц в областном центре, 36 улиц уже завершены. Так завершился ремонт улиц Тавелеса-Сдек, Маяковского, которые не проводились уже более 6 лет. Продолжается реконструкция улицы Сьянова в границах от Гоголя до улицы Рабочая. На будущий год этот проект мы должны будем завершить. Также ведется ремонт улицы Баймагамбетова. Она была одна из самых изношенных. Порядка сейчас трех километров. Работы должны быть завершены тоже в середине октября месяца. Не менее важный вопрос – это восстановление водопропускных труб. Весна показала, что такая работа крайне необходима. На сегодня 25% труб по автодорогам местного значения из порядка двух тысяч требуют ремонта. В текущем году будет отремонтировано 157, и по 39 будет увеличена пропускная способность. Тоже очень важно. И мы большую работу сейчас ведем по обустройству обводного канала в Карасовском районе. Задача стоит, чтобы через две недели начать сброс воды. Там три озера собралось. Вот все лето работают, применяют различные способы. Идет строительство. Я вчера сам проехал, посмотрел еще раз. По проекту идем. Порядка 14 километров протяженность этого канала составит, что позволит сбросить огромное количество, порядка от 250 до 300 миллионов кубов воды. Погода первого месяца осени позволяет подрядам организациям работать, не сбавляя темпы. Сегодня уже идет подготовка к зиме, ремонтируют технику, заготавливают инертные материалы – соль и песок. Любовь Облачкина, Диар Ахмечин, телеканал «Костанай». Главное событие для Казахстана в начале октября – референдум по вопросу строительства АЭС. Это важный шаг, позволяющий граждан напрямую участвовать в принятии решений, которые могут существенно повлиять на будущее страны. В настоящее время во всех регионах ведется активная подготовка к этому историческому явлению. Маргарита Иванова подробнее расскажет о работе участковых комиссий. На территории Кустанайской области функционирует 736 участковых комиссий референдума. Численность членов комиссии составляет 4388 человек. Также по области образованы 17 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. В настоящее время проводится активная работа по информированию населения. Разносятся пригласительные индивидуальные. Также активно эта работа проводится в мессенджерах, в социальных сетях. Сейчас, с 20 сентября, каждый гражданин может ознакомиться со списком избирателей, прийти на участок референдума, проверить себя в списках. Также это можно сделать на онлайн-сервисе, на сайте местных исполнительных органов. Также, если вы знаете, что в день голосования вы не будете находиться на данном участке, вы можете, вы имеете право прийти на свой участок референдума, написать письменное заявление и получить открепительное удостоверение. Также проголосовать на всей территории Республики Казахстан. Также, если у вас имеются проблемы со здоровьем, или вы ухаживаете за больным человеком, родственником, вы можете написать также письменное заявление и проголосовать вне помещения. Процедура голосования такая же, как на выборах. Избиратели приходят на свой участок, получают бюллетень и ставят отметку. В республиканском референдуме могут участвовать лица, достигшие 18-летнего возраста. Кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. С 20 сентября каждый может прийти на свой участок и проверить себя в списках избирателей. Участок референдума номер 20 расположен по адресу Жижинский, 5, школы имени Ахмеда Абрамжана. На этот период уже участок свою работу начал. У нас есть информационные стенды. Сейчас члены комиссии все раздают уже именные пригласительные. Вместе с ними уже возле подъездах решаем тоже пригласительные. В участке сейчас более 2000 избирателей. Всем ведутся работы, сейчас агитационные работы, чтобы пригласить их всех на выборы. Вы сегодня видели тоже, что вы, избиратели, приходят, тоже проверяете себе в списках. Последние приготовления, сейчас мы все подготовили, уголок лов, все у нас есть, всеми обеспечены. Члены референдума все работают. Напомним, что вынести вопросы на всенародное голосование постановил президент страны Касымжом Артукаев. Участковая комиссия референдума в печатных СМИ и на интернет-ресурсах уже опубликовали сообщения о дне времени, месте и порядке голосования. Референдум состоится 6 октября. Маргарита Иванова, Руслан Жабаев, телеканал «Костанай». 50 пекарен области получают социальную муку из стабилизационного фонда. Тем самым на прилавках появляется хлеб, цена которого не превышает 92 тенге. Несмотря на то, что уборочная кампания еще не завершена, весь необходимый объем муки уже есть. В одной из пекарень побывали наши корреспонденты. Беслуд Хамхоев, директор пекарни ассортиментного предприятия, огромный, но главное здесь выпекает социальный хлеб. Ежедневно полторы тысячи булок. Чтобы цена на буханку была ниже, предприниматель получает социальную муку из стабилизационного фонда. Также социальный хлеб мы выпекаем, берем муку в проткорпорации СПК «Топол». Нам помогает мука, в принципе, качество хорошее. Выпекаем большой объем, где-то получается до полтора тысячи булок в сутки социального хлеба. Реализуем его в магазинах «Астыкжан». На другие мы не успеваем, потому что помещений не хватает, объемы растут, а помещений не хватает. И в своих магазинах мы реализуем социальный хлеб. Ну и также остальная вся продукция идет через наши магазины, ну и через сети города Кустаная. То есть это Солнечный, это Раузеты, это Корзинка, Инмарты, Астыкжаны, ну и остальные мелкие магазины. Всего в регионе магазины хлебом по 90 тенге за булок обеспечивают 50 пекарен. Им приходится нелегко, ведь деньги нужны на обновление оборудования, расширение ассортимента. Полтора тысячи булок хлеба, ну вот считайте мешок на 140 булок, то есть 10 мешков. В сутки у нас уходит минимум 10 мешков, бывает и больше. В социальную картину Кустанайской области входит 19 наименований различных товаров. Это несколько видов овощей, рис, сахар и, конечно, мука. На следующий день в инструкционном фонде в запасах имеется порядка 3,5 тысяч тонн муки. Данная продукция реализуется в адрес хлебопекарных предприятий по самой низкой цене на рынке – 100 тенге за килограмм. С начала года нами реализованы 3 тысячи тонн муки в адрес практически 50 пекарен области. Данное предприятие выпекает социальный хлеб для реализации в торговой сети, где конечная цена хлеба составляет 90-92 тенге. Если говорить про областной центр, то есть в городе Кустанай, мы работаем с 12 пекарнями, ими реализуется хлеб порядка 51 торговой точки. Это в среднем по 250 тысяч булок в месяц по цене 90-92 тенге. У нас запасов достаточно, на следующий год нам объема также достаточно, поэтому цену мы менять не планируем, то есть наша цена 100 тенге будет держаться. К слову, купить социальный хлеб можно в различных магазинах области, в том числе и в популярных супермаркетах. К некоторым пациентам скорая помощь не будет приезжать ночью. Советующие поправки в приказ были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения страны. Подразумевается, что скорая будет приезжать с 8 утра до 18.00 по будням и до полудня в субботу на вызовы четырех категорий срочности, то есть при состояниях угрожающих жизни и здоровью пациента. Как поясняется в документе, содержание круглосуточных бригад нерентабельно из-за недостатка финансирования, что приводит к воздиктовению кредиторной задолженности. Так, текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой помощи. Обслуживать вызовы четвертой категории будут мобильные бригады. Их будут создавать в поликлинике. В регионе продолжаются работы по предотвращению загрязнения водных ресурсов. У специалистов на особом контроле стоит безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений и безаварийного пропуска опаводков вод. Защита рек и озер от загрязнения – первостепенный вопрос. Всего регионе насчитывается 438 водных объектов и 98 гидротехнических сооружений. Идут работы по очистке русла реки Тобол от Гагаринской плотины до Центрального пляжа. На эти цели из бюджета выделено порядка 500 тысяч тенге. Подрядчики проводят дно углубительные работы, уборка камыша и кустарников. Для продолжения работы по очистке водоемов разработана проектная документация на очистку локальных участков реки Тобол в границах Притобольского парка, в городе Кустанай, реки Шуртанды в границах города Житкара, реки Тургай на территории Амагедзинского района в районе села Урпек. К другим новостям за пределы колючей проволоки. Неизвестные перебросили на территорию кустанайской тюрьмы упакованный сверток. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место сразу выехала оперативная группа. После осмотра оказалось, что в обмотанном скотче в свертке находилось 6 сотовых телефонов и сим-карт. В настоящее время в ходе комплекса оперативных мероприятий установлен и задержаны лица, причастные к перебросу. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств, происшествий и установления личностей. Напоминаем, что переброс запрещенных предметов преследуется административным наказанием. Будущие инженеры и конструкторы продолжают развивать навыки 3D-моделирования и векторную графику. По всему региону открыты бесплатные кружки для технических специальностей. Юные таланты благодаря новейшим технологиям могут создать любые украшения и даже сконструировать грузовую машину. С юными доворованиями познакомились наши корреспонденты. С виду обычный кабинет. Открывая дверь, попадаешь в продвинутый офис. Здесь и рабочие места за компьютерами, и последние модели ноутбуки для 3D-моделирования. О скучных уроках с таким техническим арсеналом можно забыть. Я занимаюсь 3D-моделированием где-то уже 4 месяца. Почему я захотела заниматься? У меня дома стоит компьютер, и мне захотелось заниматься с компьютером. У меня хорошие оценки по математике и по цифровой. Я решила заняться дополнительным развитием. Участвовав в одном конкурсе, тоже вот на этом месте, и проекты, да, у меня есть. Я собирал грузовик, собирал, вначале пытался начать, но у меня сначала не получалось, потом научилось поучаться. Матвей Пряхин совсем недавно решил осваивать 3D-моделирование. Мальчик признается, особый интерес у него вызывает проектировать различные детские площадки. Он мечтает, что когда-нибудь его задумка воплотится в реальность и будет радовать ребят. Цилиндр научился немного сгибать, как бы окружность делать. Научился делать глубину, немного стал по чертежам немного понимать. Понял, как сделать цвет, который хочешь, ну покрасить. Узнал, что можно как сохранить. Здесь можно спорить, ошибаться, выходить за пределы шаблонов и предлагать нестандартные решения. Работа не ради оценок, а на результат. Вот 3D-принтеры. Их много, потому что учеников может быть много, и на всех не хватит, поэтому их так много. А что можно создать на таких 3D-принтерах? Например, копию робота, но он просто фигурку, просто фигурку сделает. Она не может двигаться, потому что в ней нет деталей, просто там пластик. В 3D-принтере можно сделать какую-нибудь деталь, но она не очень, она хрупкая, правда. Надо с ней быть осторожней. В 3D-принтеры засовывают специальные нити, которые потом плавят и потом делают. Потом, если настроить то, что хочешь, будут вот так водить и постепенно вверх делать, если деталь высокая. Новые технологии в этом кабинете появляются постоянно. Новые модели принтеров, сканеров. Пару лет назад, говорил педагог, мы и представить себе не могли, что будет создан 3D-сканер, который сможет отсканировать любую модель, распечатать её. Теперь у них тоже есть такая возможность. Дети с интересом наблюдают за процессом. Он постепенно поворачивает, поворачивает. В этот момент нельзя трогать деталь, нельзя ничего с ней делать. Просто нужно ждать, пока отсканируется. После того, как отсканировался один раз, нужно ещё сделать несколько сканов. То есть потом объединить полученные результаты и делать уже готовую модель. Уже после этого её редактировать. После редактирования мы получаем полигональную деталь. То есть она состоит из большого количества треугольников, либо прямоугольников. То есть это не гладкая деталь, как есть. Она будет состоять из большого количества многоугольников. Повлечь детей в мир технологий – главная задача педагога. И с этим они успешно справляются. В регионе число тех, кто хочет освоить новые навыки в этом направлении, становится больше с каждым годом. Айнура Муганова, Олег Сытник, телеканал «Костанай». На этом у нас всё. До свидания.